В преддверии Дня Героев России на площади Советской Армии собрались защитники Отечества, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, выполнявшие свой долг в Афганистане, на Северном Кавказе, родные и близкие погибших героев. Евгений Куйвашев напомнил, что совсем скоро, 15 февраля 2014 года, Россия отметит 25-ю годовщину вывода войск из Афганистана. После вывода войск Урал, Екатеринбург, Свердловская область была в числе первых регионов, где появился этот памятник. И тогда казалось, что больше не будет горячих точек, больше не будет войны. Но прошло время, и страна призвала своих солдат, своих патриотов отдавать долг в горячих точках. И сегодня, после реставрации, памятные фамилии людей, которые отдали свой долг не только в Афганистане и в других горячих точках, появились на лепестках черного тюльпана. По словам Евгения Куйвашева, помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддержка членов семей погибших военнослужащих всегда будет важным направлением социальной политики в Свердловской области. Командующий воздушно-десантными войсками Герой России Владимир Шаманов выразил благодарность руководству Свердловской области за неустанное внимание к воинам-интернационалистам. Как отметил Владимир Шаманов, для участия в торжествах в эти дни на Среднем Урале высадился большой десант Героев России и СССР. Всем им не безразлично то, как память о сложных событиях в истории Отечества, о победах и поражениях передается подрастающему поколению. Командующий воздушно-десантными войсками Герой России Владимир Шаманов объявил минуту молчания, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сказал. Каждый день, каждый год наши герои защищали и утверждали нашу Родину. И на протяжении всего этого времени, от Куликовского сражения, Великой Отечественной войне и до последних дней, всегда есть люди, которые Родину любят больше, чем себя. И все делают для того, чтобы страна жила, то есть жили мы с вами. Низкий поклон всем павшим на полях сражений за все историческое время существования нашей Руси на полях сражений и погибшим от ран. Вечная память этим героям и помощи Божией, здоровья и крепости нашей армии, нашему флоту, всем тем, кто сегодня служит нашей стране и сохраняет ее вопреки всем жизненным обстоятельствам. По словам члена Совета Федерации, первого губернатора Свердловского области Эдуарда Руселя, деньги на памятник собирали всем миром. На расчетный счет поступали и частные пожертвования, и суммы от организаций, предприятий и фирм. Строительство памятника велось при поддержке областного правительства, администрации Екатеринбурга, командования Приволжско-Уральского военного округа. Урал занимает особое место в защите государства. Мы обладаем колоссальным потенциалом промышленным, потенциалом оборонным. И самое главное, у нас очень крепкие люди. И они доказывали это и в войне, и в гражданской ситуации. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел в эту знаменательную минуту. Пожелать всем здоровья, успехов, и пусть нам даст Бог, чтобы никогда больше это в жизни не повторилось. Ветеран Афганистана, депутат Государственной Думы Владимир Шивцев также выразил особую благодарность руководству нашего региона за преемственность в вопросах патриотического воспитания. Ведь черный тюльпан – место сохранения памяти о страшных событиях для нынешних подростков. Стоит напомнить, что художественная идея памятника – стилизованное пространство грузового военно-транспортного самолета, перевозившего на родину тела погибших солдат и офицеров. Такие самолеты афганцы называли черными тюльпанами. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу. В церемонии приняли участие руководители области, города, представители командования ВСРФ, ЦВО и Уральского регионального командования ВВМВД РФ. Затем бойцы рода специального назначения войсковой части 3469 Уральского регионального командования внутренних войск МВД России продемонстрировали свои навыки в виде показательных выступлений. В разговоре с журналистами Героя Российской Федерации Геворг и Саханян отметил, что такие события сплачивают нас и демонстрируют, что традиции воинской доблести, мужества и героизма уральцев передаются из поколения в поколение, что на смену нынешним защитникам Отечества растет новое поколение патриотов.